Ребята, сегодня я буду играть в Fortnite на этой штуке. По голове! Сюда! Это портативная игровая консоль ROG LI. И по сути это как полноценный игровой ноут. Или PS5 карманная, если хотите, которую можно закинуть в рюкзак. А почему? Да потому что вся прелесть в том, что она работает на 11 винде. А это значит, что на ней можно играть в любые ПК-игры, ребята. Итак, ребят, сейчас будем тестить эту штуковину. Как я уже сказал, по сути это как игровой ноут. Как видите, я на нем уже запустил OBS. Прямо сейчас уже идет запись экрана на ней, как видите. То есть здесь сенсорный экран, еще очень удобно. И 11 винда. Собственно 1080p. И OBS я запустил, потому что я хочу записать контент в 60 кадров в секунду. Сейчас открываем приложение Armory Create. Это такая штуковина, которая собирает все игры в одном месте, чтобы вам было удобно их переключать, запускать. А также здесь можно настроить разные режимы работы. В общем, я тут выбрал уже вот турбо режим. Также здесь есть вот такие игровые платформы. Все можете поставить себе, что хотите. Ну и как бы, что, давайте запускать. Запускать Fortnite. Let's go. Bam. А, и перед этим еще можем, кстати, центр управления включить. Он всегда доступен, даже когда играешь. Здесь можно, опять же, выбрать разные... Вот здесь же можно списывать экран. Поменять режимы управления. Поменять, опять же, режим работы. Частоту кадров выставить. Ну, либо яркость изменить, громкость. В общем, такая вот штукенция. Окей, допускаем игру. Так, мне вот, кстати, интересно, будет ли оно прям лагать из-за того, что я записываю в OBS экран. Ну, давайте посмотрим. Сразу давайте зайдем, наверное, в настройки. И сразу смотрим. Полноэкранный режим. 10.80p. Лимит частоты кадров я не выставляю, потому что хочу посмотреть максимальный FPS. Режим рендеринга. DirectX 12 на минуточку. Я, кстати, здесь, прямо сейчас, уже поставил все настройки, которые я пользую на ПК. То есть, все вот эти настройки я играю на фулл низких, кроме расстояния прорисовки. Поставлю его на, наверное, большое. И еще момент разрешения 3D. Запускаем, буду играть в нулевую высоту, ребят. Потому что, ну, как бы, забейте вообще. Со стройкой, вот с этими контроллерами, с этими всеми кнопочками, мне супер непривычно. Я играл на PlayStation, играл на Xbox. Нет, стоп, на Xbox я не играл. Я даже на мобильном устройстве не играл. Я играл на Nintendo. Сейчас посмотрим, как на этой штукенце. Мне кажется, здесь будет гораздо все комфортнее. Так, ребятки, ну что, let's go-ушки получается. Смотрите-ка, сколько у нас FPS-иков? 120! Нифига! Единственное, что я на этих контроллерах, блин. Я не шарю, как играть. Дайте, пожалуйста, клаву-мышь. Не, ну, кстати, я могу подключить клаву-мышь вроде как. Но, раз уж она портативная, какая клава-мышь? О чем речь? Ой, боже мой, да я бот, я не умею играть на клаву-мышь. Лутать. Лутать. Я помню, некоторые из вас просили записать видос на PlayStation или вообще на контроллере. Обязательно, ребят, обязательно сделаем. Давайте наберем много лайков на этом ролике. Так, погнали сюда. Вообще прям бодренько выглядит. Так вы, а вы графоний посмотрите еще? Это, между прочим, DirectX 12. Ядрил я этот DirectX ваш. Так, мне нужны миники, пожалуйста. А, миники выдайте мне, please. Миники, спасибо. Запиваемся все четенько, бодренько. Раз, раз, запили. Бигу тоже запиваем. Хоп-хоп, фулл хп. Отхиливаем. Ремейн нормальный. А, кто-то идет! А, ну нет! Ну какого черта? Ладно, пробуем еще раз, ребята. Летим. Может сразу раскрыться? Кстати, реально, сразу расстроюсь. Кстати, один момент, ребят. Смотрите, вот здесь, вот это выдув. То есть, отсюда сейчас прет горячий воздух. И это довольно удобно, потому что я как-то играл на какой-то консольке вроде, и выдув был снизу. То есть, вот здесь. И тебе прям руки грело постоянно. Я не помню, что это было. Но в этом плане, кстати, очень удобно, что они сделали именно здесь. То есть, воздух весь уходит в ту сторону, вперед, как бы, ну знаете, холодными зимними вечерами, или осенними, на улице, можно, знаете, и прекрасным воздухом девушку согреть. Сели так друг напротив друга, у нее, Mortal Kombat, у тебя, направили друг на друга вот так. Сидите, играйте, горячим воздухом друг на друга дышите. Вот. Тепло, хорошо. Романтика. Так, а мы летим, ребята, а мы летим, я думаю, вот сюда, на самый край. Потому что это, как бы, вторая попытка, ребят. Нужно чуть-чуть привыкнуть, вообще, к управлению. Так, что у нас здесь? Лут есть? Есть какой-то лут, найс. Вот это все забираем. Еще есть лут, найс. Кто-то летит, так. Проверка территории. Вроде никого нет. А, кстати, мы можем даже вот так... Ладно. На экран... Экран лучше не тапать. Блутаем. Бак пловец или секрет снайпера. Кто-то стреляет. Кто-то стреляет. Тихо. Ай, вон он, на берегу. Мой первый фраг. По голове. По голове. По голове. Сюда. Так, подожди, возьму, наверное, снопу. А, еще кто-то стреляет. Куст. Защититься. Ай, сзади. Кто стреляет? Тихо. Ты у меня сейчас попляшешь. А, как я не попал. Все, ханать я маршмеллоу. Надо нацелиться, нацелиться, нацелиться. Да я не попадаю. Да я не попадаю. Где он? Да умри ты, тварь. Где он? Ну, иди сюда. Он ушел, да? Нет, вот он. А, сюда. Ой, блин, ну да. Ребята, два килла. Два килла. Не, ну, слушайте, в целом, как бы. Мне нравится, что на такой графике, такой FPS. Оп. Парыши. Тут уже лутались? А-а-а. О, нет, какой-то чел. Я убегаю. Нет. Не, 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 не. Он на меня летит. Нет. Ну, нет, ну, я не... А-а-а. Знаете, еще интересно, и, я думаю, будет забавно, попробовать на этой штуке по фрибилде. Честно сказать, я и на клавомыши не особо-то киберспортсмен, и вообще занимаюсь этими всеми вашими тренировками, фрибилдами, билдфайтами. Но, тем не менее, у нас есть офигенная карта, на которой мы сейчас попробуем, а-а-а, ну, как бы немножечко попозоримся, да, вот, скажем так. Ноль-делейная карта, на которой можно, а-а-а, зарубиться один на один. Так, ну шо? Чо по стройке? Я лексер. Хе-хе-хе. Блин, ну, слушайте, 90 FPS. А-а-а, это на фулл средней графике? Даже с глобальным освещением, отражениями? Офигенно тянем. Так, я включил одну настройку. Может, кому будет полезно, вот это, заблокировать ввод с помощью мыши. Это, чтобы у меня устанавливались постройки, потому что я не понимал, каким образом мне, а-а-а, вообще это, ну, начать строиться. Собственно, опа! Оп! Окошко, оп, сделал! Оп! Проставил конус. Хе-хе-хе. Блин. А как тут вообще? Подожди. Это стенка, окей. Это конус. А что еще есть? Я забыл, какие еще... А, вот, рампа есть, рампа, конус. Редачим. Как вообще это... Хе-хе-хе. Я не знаю, как вы строитесь на этой штуке. Я просто не представляюсь. Оп. Оп-оп-оп. Опа! Видали? Отредачил. Два конуса проставил. Оп-оп, рампу. Оп. Могу строиться вверх. Смотри, изи вообще. Оп-оп. Прыгать даже могу. Смотри. Оп. А! Старая школа. Ребята, давайте посмотрим, потестим, что такое старая школа. Это менять ресурс. Это крутить постройку. Вот это менять... Ага, я понял. Слушайте, ну, в целом... Непривычно. Давайте попробуем опытный вояка. Окей, вот чисто на ЛБ получается менять все виды построек. Оп-оп. Оп, заменил. Оп, поставил. Оп-оп. Оп, заменил. Построился. Ребята, ну, слушайте. Опытный вояка вроде бы неплохо. Вроде бы нормально. Собрались. Чекайте фрибилд. Оп. 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 Заменил постройку. Оп. Отредачил. Оп. Оп. Прошел. Поставил еще. Отредачил. Сука. Отредачил. Конус. Рампа. Пошел дальше. И конус. Отредачил. Еще отредачил. Вышел. Оп. 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 Вот так. Перепрыгнул. Да. На. Бежать. Смотрите, строюсь. Смотрите, получается. Эээ. Все. Ну вот. Нормально же, не? Единственный моментик в этой штуке, это то, что я сейчас побегал пару каточек, а у меня осталось уже 61% заряда. И написано, приблизительно 58 минут нам играть. Вот, автономность чутка хромает. Ну, тем не менее, можно просто подрубить питание, как бы, если есть к нему доступ. И играть дальше. Итак, ребят, я решил попробовать поиграть на вот этой штукенце. Это ROG Raikiri Pro. И такой контроллер можно подрубить прямо к консольке. Итак, ребят, ну что? Летим, летим, получается. Надеюсь, сейчас мне будет хоть немножечко проще. Потому что все-таки на такой штуке я уже играл на плойке. Кстати, на боксе я еще ни разу не играл. Вот это сломаем. О, мне выпала турель. Кстати, вместо шариков могу взять турель. Закину, она будет мне помогать. В ZERO билде турелька нормальная тема вроде. Ребятки, ну, сейчас-то в этой каточке нужно, ну, хотя бы, я не знаю, топ-10 хотя бы на фарме. Так, мне нужны либо фарты, либо какие-то, я не знаю, кусты, либо импульски. Чем-то нужно эскейпить. Без этого всего особо не выживешь. Так, ребятки, знаете, что я хочу? Пока тут на меня никто не нападает, есть у меня ощущение, что это очень красивое место. Поэтому, знаете что? Хочу протестить, как оно выглядит на эпических настройках. Едрить! Уф! Ребята! Я думал, она просто рванет. Но все работает. На эпиках, с детализацией, с графикой, 20 фпс, ну, как бы, не особо играбельно. Хотя, может быть, и играбельно. Но это при том, что прямо сейчас я записываю этот материал в ОБС, прямо на этой штуке. Я бы не сказал, что она сильно шумит. И, блин, игра выглядит просто, просто офигенно. Так, ладно, ребят, наверное, знаете, что я поставлю? Поставлю какие-нибудь, попробую какие-нибудь средние, да, чтобы, типа, протестить все настройки. Поставлю какие-нибудь средние. Во! Слушайте, а на средних вообще спокойно. 75 кадров, все плавно, все четенько. Что на меня никто не нападает? О, кто-то едет на машине. О, нет, зачем я это сказал? Давай, уходи. Уходи! Еще кто-то по нему стреляет. Надо вот этого типа, который по нему стреляет, устранить. Вот он. Там еще там трое. Забей. Ну, этот тип шар... Ну, ну, нет! Это кримш. А, он улетел. Вообще, он улетел. Ну, я не попал, я несколько... Забей. Да, е-мое, ну, я не умею! Я не могу... Ну, ну, камон. Просто нормальный тип, который играет, не бот, как бы. Ну, конечно, ну... Так, ну, блин, ну, хоть в одной игре я должен дойти куда-нибудь, ну, хотя бы до топ-10, я не знаю. Ну, там... Ну, хотя бы до топ-25. Ну, хоть куда-то дойти. Я знаю строту, ребят. Чекайте. Смотрите. Опа. Все. Ваше здоровье. Так, вот, зона подошла. Ребята, выходим теперь. Теперь, значит, раз, два. И полетели. В зону летим. Над водой. Это строта. А вы что думали? И вот так вот аккуратненько, чисто над водой летим в зону. Залетаем. Сорок семь ремейн. Замечательно. Все, можно спокойно, я думаю, чилить. Блин, единственное, что шарики будут лопаться. Блин, ну, может быть, здесь где-то будут шарики еще? Ребята, строта, ядрить. Шарики и сишки. Вот это будет интересно. Можно, кстати, на курице полетать. Блин, ребят, я чувствую себя, как будто бы в старом добром фортнайте, знаете? В какой-то первой главе просто на шариках летаю. Знаете, как мы сделаем? Я сейчас отсижусь вот здесь. Выберу пока перки. Что? Прыжковый шарик? Что это? Воздушный шар при прыжках? Так это то, что мне надо. Это как раз то, что мне надо. Let's go. Я понял, типа, я каждый раз, когда я прыгаю, надувается еще один шар. Слушайте, ну это имбабы. Блин, буду скидывать сишки. Типов. Сейчас будет следующая зона. Please, пусть будет на воде. Есть. На воде, отлично. И за всю катку никого еще не видел, блин. 17 ремейн. Блин, я хочу, чтобы последняя зона прям вот на воду. Прям на воду. О, плюс шарики. Сюда. Я, типа, слышу. О, нет. О, нет, пожалуйста. О, нет, 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 нет. Все, я ухожу, я ухожу, я ухожу. Отстань. Так, я вижу, типа. Ну, я у него... Я так не попаду, блин. Я разве что С4 могу сбрасывать? Мне бы, блин, фул стак С4, а то и два стака С4. Ядрить, я сейчас буду в топ-10 уже. На шарах. Так, ребят, на заправочку летим. В надежде, что здесь что-нибудь хорошее есть. Сишечки. Сюда. Вот это возьму. Черт. Забей. Пожалуйста, ну не попадай, не попадай. Мне надо срочно на воду. А если он меня собьет, это все, это НТ. О, нет. Пожалуйста, не сбивай меня. Блин, я не хочу умирать. Нет. Хотя бы над водой нужно быть. Пять ремейн. Я сишечек подобрал, отлично. И зона вроде над водой. Что, надую? Что происходит вообще? Я избегаю всяких сражений, ребята. Я не буду ни с кем сражаться здесь. Там тоже тип? Мне показалось, или там тоже тип на шарике? Шарик! Так, спокойно. Спокойно, спокойно, все нормально, все нормально, все нормально. Все нормально, все нормально. Ничего страшного, летим. Блин, у меня хп нет. Вот это очень плохо. Я видел там тип. Вот он тип. Да, найс, 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 найс. Тихо, тихо, тихо. Ребята, два типа осталось! Я думаю, я могу залендиться и еще раз взлететь, чтобы не тратить шар. Чуть-чуть подхилились. Где эти два типа? О, нет. Так, ну один я знаю где. Где еще один? У меня один шар остался, но это НТ. Тихо. 27. Ага, он рифт завязал, я тебя понял, братик. В принципе, пока он будет лететь, я могу еще раз оттолкнуться от земли и получить шарик. Либо засесть сюда. Вот он летит, окей. А потом резко взлететь и накрыть его сишками, да? Когда будет самая последняя зона, наверное. Ой, я, наверное, назад уйду в самую последнюю зону. Короче, я прыгну, когда она уже пойдет. А где еще один тип? Я не понимаю, куда он пропал? Так, сейчас пойдет зона. Возможно, он будет в мою сторону бежать. Возможно, возможно, этот черек будет... Да, вот он. Он даже лететь будет в мою зону, я тебя понял. Черт. А это другой! Черт, он все позбивал мне. Нет! Ну я не успел. У него еще хп почти не было! Блин, я тупанул! Топ-2. Блин, я мог выигрывать, это вообще изи. Слушайте, ну, довольно-таки удобная штука. Я так подумал, в следующий раз, как поеду на отдых, наверное, возьму ее с собой. Кину вот так вот просто в горе бюджетчок. Оп. Ну и если вдруг устану отдыхать, залечу, побегаю в фортнайтик. Или даже в любые другие игры, потому что она себя очень даже неплохо показывает в абсолютно разных ААА проектах. Ну а на этом все. Большое спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, если еще этого не сделали. Лайк влепите. Ну а я погнал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok